Сегодня во время прогулки с моим четырехлетним племянником произошел интересный эпизод. Мы гуляли по скверу и на встрече нам, прямо на дорожке, попалась стайка голубей. Артем разогнался и побежал за птицами. Они, соответственно, вспоркнули и разлетелись в разные стороны. И вдруг он разгорачивается ко мне, такой всклипывает и говорит А я? А как летать? Я понял, что он тоже хочет летать, и я решил по-взрослому пошутить. Я говорю, ну хочешь летать, нужно спросить у голубей, как летать. Ну все, он оглянулся, птиц уже нет, и мы пошли дальше. Гуляли мы какое-то время, я уже забыл про эту историю, и вдруг перед нами опять голуби. И Артем такой опять побежал за ними, я думаю, ну опять побежал птиц разгонять. И вдруг он подбегает к этой стайке птиц и останавливается, вот так вот, прямо вот туда вот весь вот, и телом, и своим вот этим вниманием, и всем, всем, чем только можно, энергии всей своей, в этих птиц вот так вот. И говорит, голуби, а как летать? Ну и начинает дальше к ним шагать, птицы, соответственно, разлетаются. И тут я понимаю, насколько в ребенке велика степень доверия. Он даже не усомнился, что это невозможно летать, невозможно спросить у голубей, невозможно с ними договориться. Он искренне верит, что летать можно, и нужно просто только спросить у голубей. Мне как-то даже стало так не по себе, но я понял, что мне эта ситуация еще раз напомнила о доверии. Доверие, что такое доверие? Доверие это взаимоотношение наше с миром, с жизнью на уровне установки такой, все хорошо. Но чаще всего мы из этого доверия выпадаем, начинаем контролировать, ищем каких-то гарантий, какой-то планированности, защищенности, и как-то совсем разучаемся доверять миру жизни и всему тому, что с нами происходит. Часто можно сейчас слышать, что психологи говорят, доверяйте, доверие это хорошо, но легко сказать доверяем. А как это доверять? Если посмотреть, что когда формируется доверие, то психология утверждает, что доверие формируется в ребенке где-то в период младенчества. И она зависит от того, насколько проявила мать свою заботу к этому ребенку. Есть даже такое исследование врача-психотерапевта, американки Жан Ледлов. Она провела два с половиной года в племени в Латинской Америке. И она наблюдала, как там, в естественной среде, воспитывают детей. И она после этого написала книгу и пришла к выводу, что вот это самое доверие, оно действительно формируется вот в эти первые годы жизни нашей. И она зависит от плотности контакта с матерью. Чем больше продолжительное время в младенчестве ребенок находится в контакте с материнским телом, тем он во взрослом возрасте, человек более счастливый, и он доверяет миру. Здорово детство-то прошло, а мы уже с вами все взрослые. И что делать нам с этим доверием, если мы не росли в том племени в Латинской Америке, где воспитание в естественной среде делает человека счастливым? Я для себя нашел первый шаг, когда тренировать начал доверие. Этот первый шаг заключался в том, что я начал смещать свой взгляд с одного ракурса на другой, когда происходила какая-то ситуация. Происходит какая-то болезненная ситуация или неприятная. Ну или ситуация нейтральная на самом деле, просто я ей даю оценку отрицательную. И обычно в такой ситуации мы говорим, ой, мне больно, мне неприятно, мне не нравится, это плохо. Так вот, в таких ситуациях я начал задавать себе вопрос, а что эта ситуация сейчас хочет сказать мне? О чем мир хочет сейчас до меня достучаться? Какой опыт я могу извлечь из этой ситуации? И что вообще мне несет вот все, что сейчас происходит? Это не одномоментный вопрос и не одномоментный процесс. То есть это нужно постоянно еще и тренировать свою осознанность. Произошла ситуация, раз, сместились состояния человека, задающего вопрос, а что хочет мне сказать эта ситуация? Проходит время, другая ситуация, опять задаете этот вопрос. И постепенно это становится уже навыком, и вы уже начинаете спокойнее относиться к ситуациям. Вы понимаете, что в ней не есть ничего неплохого и нехорошего. Она просто несет вам какой-то опыт. И это первый шаг на пути того, чтобы в какой-то момент у вас открылось вот это вот состояние безграничное доверие к миру. На уровне восприятия того, что, что бы ни происходило, оно нужно именно для чего-то и во благо меня. Мир на самом деле, он желает нам только счастья. И поэтому все, что с нами происходит, это происходит ради нашего счастья. От того, что мы выносим какую-то оценку отрицательную, ну, в общем, есть с чем нам поработать.